МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта запутанная история началась 1 июня 2016 года, когда сотрудники силовых структур в 6 часов утра ворвались вот в этот дом семьи Пушкарёвых в пригороде Владивостока и дом родителей экс-мэра в Спаске-Дальнем. Штурмовали дом в лучших традициях боевиков, окружив с трёх сторон и пытаясь сломать ворота. Да, в тот день, это примерно 6 утра, я был на смене и видел по камере наблюдения, что подъехало несколько машин. Выскочило много людей в камуфляжной форме. Не используя наши звонки, домофоны, сразу достали кувалды, какие-то спецсредства и начали тарабанить. Почему же группа следователей устроила настоящие маски шоу, а не обратилась к охраннику с просьбой предупредить Пушкарёвых о визите? В итоге, атака неизвестных рано утром, когда все спят, грохот на всю округу. Свидетели задержания мэра говорят, что рядом стояла машина с видеоаппаратурой, но после обыска в доме была дана команда отбой. Денег, драгоценностей или ценных бумаг не обнаружили, но в эфире федеральных телеканалов Пушкарёву присвоили вертолёт и особняк на узере Ханка, о чём мы расскажем более подробно в конце сюжета. В этот же день прошла череда обысков и изъята документация в кабинете Пушкарёва в администрации Владивостока и в компании ООО «Восток Цемент», принадлежавшей его семье. Самого же Пушкарёва доставили на допрос в Следственный комитет по Приморскому краю, где ему и было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе при организации закупок строительных материалов для строительства и ремонта дорог Владивостока с 2009 по 2014 годы. Следствие считает, что в этот период Пушкарёв злоупотребил должностными полномочиями и организовал приобретение строительных материалов в большом объёме для МУП дороги Владивостока у группы компаний «Восток Цемент». С этим я не согласен, так как, во-первых, я Кушникову ничего не передавал. Во-вторых, ущерб не был ненанесён. Обвинение говорится о том, что ущерб из-за завышенных цен составил 158 миллионов рублей. И на сегодняшний день МУП дороги Владивостока должен в группе компании «Восток Цемент» более 800 миллионов рублей, около 900. И даже из этого понятно, что и деньги эти он МУП никогда не отдаст, и не предусмотрено было, потому что город нанесёт ответственность за деятельность МУПа. И изыскать через МУП с города – это невозможно. И сделано это было специально, понятно, потому что деньги эти не собирались мы взымать. Потому что это, по сути, у города не было средств для того, чтобы задачи выполнять, которые нужны были. И МУП потратил эти деньги, которые он должен был бы заплатить «Восток Цементу» на те же дороги. А в этот же день главу Владивостока вместе с Андреем Лушниковым отправили прямым рейсом в Москву. Самого Пушкарёва при этом вели как опасного преступника, заламывая руки за спиной и показывая эти сюжеты на всех федеральных каналах. Арест Игоря Пушкарёва привёл буквально в ступор Владивосток. Многие были в растерянности и надеялись, что всё это несуразная ошибка. В некоторых городах жители выходили на митинги в попытках как можно быстрее решить эту проблемную историю. Сам Пушкарёв ждал, пока адвокаты во всём разберутся, ведь уже первое чтение материалов дела показало нестыковки и противоречия. Да и само обвинение действительно вызывало вопросы. История с объёмными закупками стройматериалов началась в 2008 году, когда во Владивостоке стартовала подготовка к саммиту АТЭС. Игорь Пушкарёв, избравшийся весной того же года, изначально был загласован с Москвой как влиятельный политик и крепкий хозяйственник. Премьер-министр Владимир Путин лично поручил молодому мэру Владивостока Игорю Пушкарёву подготовить город к саммиту АТЭС. Администрация Владивостока взяла на себя большую часть объектов внутри города. Нужно было отремонтировать и сотни километров дорог. Подобные траты явно не вписывались в городской бюджет, а малые компании не брались выполнять работы в сжатый срок при недостатке финансирования. В итоге администрация Владивостока возродила забытое муниципальное предприятие «Дороги Владивостока», которая занималась ремонтными работами, а строительные материалы в долг давала компания братьев Пушкарёва «Восток Цемент». Такая схема дала свой результат, и уже к середине 2012 года «Владивосток» был готов к приёму международного саммита. Однако уже тогда в кулуарах было понятно, что компания «Восток Цемент» так и не получит свои деньги за поставленные материалы на сумму более 800 миллионов рублей. Ведь компания ни разу не обращалась в суд и с иском к мэрии о взыскании долгов, а сроки давности истекали один за одним. В таком режиме администрация работала вплоть до 2014 года. Тогда правоохранительные структуры обратили внимание на эту тему. С 2014 по 2015 годы следователи трижды отказывали возбуждение уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Однако то, что нынешнее уголовное дело пойдёт совершенно по неожиданному сценарию, стало понятно после ареста брата мэра Андрея Пушкарёва. Ситуацию усугубляло то, что Андрей в 2015 году получил обширную травму лица, после чего стал инвалидом и постоянно нуждался в дорогостоящих операциях за границей. После этого, несмотря на истечение всех сроков давности, руководство холдинга «Восток Цемент» принимает решение об официальном прощении долга компании МУП «Дороги Владивостока» на сумму 962 миллиона рублей. В разные периоды компании «Восток Цемент» заключали договоры поставки материалов с МУП «Дороги Владивостока». За период с 2006 по 2015 год по данным договорам «Восток Цементом» поставлена продукция, которая уложена, а работы на объектах выполнены и сданы. Материалы, поставляемые компанией, соответствовали нужным требованиям по качеству. В результате этого город получил материалов на сумму в 962 миллиона рублей бесплатно. В 2016 году компания «Восток Цемент» простила эту задолженность. Эта сумма прощенного долга является прямым убытком для компании. Мы рассматриваем данную сумму как нашу безвозмездную помощь городу. Подарок. Соответствующие документы переданы адвокату Игоря Сергеевича для уведомления следственных органов. Однако отсутствие ущерба никак не влияет на ход процесса. Суд из раза в раз продляет арест Игорю Пушкареву и Андрею Лушникову в СИЗО «Матросская тишина». А Андрей Пушкарев находится под домашним арестом, несмотря на то, что вынужден постоянно оперироваться в столичных клиниках и проходить сложные курсы реабилитации. Вдобавок к этому, всех подозреваемых полностью изолировали от общения с родственниками и возможностью совершать телефонные звонки. Совпадение или нет, но спустя несколько месяцев после этих событий администрацию Владивостока выводят из числа потерпевших, оставляя только МУП «Дороги Владивостока». Более того, Игорю Пушкареву предъявляют новое обвинение в получении взятки от собственного брата Андрея Пушкарева. По версии следствия, дело обстояло так. Андрей Пушкарев давал взятки Игорю Пушкареву за то, чтобы он давал поручение закупать стройматериалы только у компании «Восток Цемент». При этом сами взятки, по версии следствия, были необычными. Следователи утверждают, что взятка 75 миллионов рублей состоит из того, что, начиная с покупки домофона за 3800 рублей на дом, где проживает Игорь Сергеевич, продолжая переводом денежных средств с некоторых предприятий на специальный счет для предвыборной программы, когда он избирался на второй срок, и заканчивая домом, который был куплен и в котором на сегодняшний день проживает сын Павел. Кстати, вот тот самый дом на озере Ханка и вертолет, о котором мы рассказывали в начале сюжета и который при аресте Игоря Пушкарева приписали в собственность мэра. На самом же деле, все это принадлежит предприятию «Спаск Цемент». Да, я подтверждаю, что с 1956 года база отдыха, которая расположена на озере Ханка, принадлежит «Спаск Цементу». Как с того времени мы за ней следим, и она является нашей собственностью. Вертолет, конечно же, мы приобрели довольно позже, мы его приобрели в 2010 году, и до сих пор мы являемся собственниками вертолетов. То есть мы можем себе это позволить, как большое предприятие, с нашими активами, поэтому считаем, что оба объекта нам необходимы. Когда мы тоже первый раз услышали, что это связано с Игорем Сергеевичем Пушкаревым, я могу вам четко сказать, что это связано только с «Спаск Цементом» и никак не связано с бывшим мэром города Игорем Сергеевичем Пушкаревым. Ущерб, который якобы причинил Игорь Пушкарев своими действиями, как ни странно, также отсутствует. В августе 2017 года МУП «Дороги Владивостока» признало отсутствие ущерба, ведь деньги так и не были уплачены за поставленные материалы, а следователи просто посчитали сумму поставок, не сверяясь с расчетными документами. Более того, Владивосток второй год подряд занимает первое место по прозрачности проведения государственных закупок. Судебный процесс по делу Игоря Пушкарева должен начаться уже через несколько месяцев. Однако по какому сценарию пойдет суд, говорите рано. 3 ноября Игорь Пушкарев досрочно сложил в себя полномочия, заявив, что город должен развиваться дальше. Более того, спустя несколько недель после этого Верховный суд Российской Федерации принял решение о переносе слушания дела в Тверской суд Москвы. Причина была проста – недоверие к судебной системе Приморского края. Так или иначе, но дело мэра Владивостока рискует стать процессом десятилетия. Редко встретишь чиновника, так упорно доказывающего свою невиновность. По всей видимости, следствие такого варианта развития событий не предполагало. Но современная история России знает немало примеров абсурдных дел и вряд ли нужно добавлять в этот список дело Игоря Пушкарева.